Областная дума на сегодняшнем внеочередном заседании приняла пакет поправок в региональное законодательство, призванный поддержать бизнес на время пандемии. Заседание в целях безопасности проходило в полузакрытом режиме. Наблюдать за работой парламента можно было по трансляции ФАЕ. Расширение перечня АКВЭД, попадающих под льготное налогообложение, уменьшение коэффициента при расчете размера дохода ИП, работающих по патентной системе, льготы по налогам для перевозчиков, гостиниц и общепитов и многое другое. Пакет поправок депутатам представила глава Минэкономразвития Юлия Швакова. Отмечу, что правительством Саратовской области разработан план мероприятий, направленный на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Частью этого плана является блок по поддержке малого бизнеса, и он полностью коррелируется и дополняет блок федеральных мер поддержки. И, соответственно, это позволит нам поддержать тем первым пакетом, который мы вносим сейчас, 6,5 тысяч предпринимателей, освободив их от уплаты налогов на сумму почти 300 миллионов рублей. Я действительно хочу сказать о том, что ситуация очень тяжелая, и я могу сказать, по-моему, еще не все понимают о том, что насколько она будет тяжелая в мае месяце, и насколько действительно в стране практически будет происходить коллапс. Если мы говорим сегодня о том, что о мерах поддержки, да, они начались, и это положительный момент, и я могу сказать, что если мы сейчас возьмем Саратовскую область, так как я связываюсь с «Справедливой Россией» по всей России, в каких регионах какие меры поддержки, значит, от вычисляется, то Саратовская область, кстати, идет в числе первых. Но я хочу сказать, вот сегодня прозвучал вопрос о том, что, ну, я почитала, где-то 12% оказывается помощь от бизнеса в России. Что будет с остальными? Какие налоги мы с вами получим? Вы только вдумайтесь. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все-таки уровень правительства нашего выходил на правительство России. Очень хорошо, что мы просим дополнительную помощь, но нужно эти цифры тоже озабучивать и говорить о том, что откройте, пожалуйста, глаза. Для меня вообще непонятно, почему мы каким-то отраслям даем поблажки, почему мы не даем, например, фэшн, вообще нигде не участвовать. Вот если мы говорим о малом и среднем бизнесе, абсолютно никаких послаблений. Безусловно, Санна Михайловна, абсолютно права, что в перечень страдавших и винах деятельности, имеющих риски, не попало торговли непродовольственными товарами. Именно поэтому правительство Саратовской области обратился в правительство Российской Федерации с целью включить эти АКВЭДы также в этот перечень. И соответствующее обращение подготовлено. Предпринимательская деятельность, она предполагает наличие определенных рисков. И те, кто встает на этот путь, безусловно, они должны на это рассчитывать. Меры поддержки, которые сегодня правительство очень оперативно, надо сказать, внесло, проработало, и это их сегодня инициатива, а не наша, должно помочь предпринимателям выстоять сложный момент, но, тем не менее, не приучать каждевенчеству, потому что предприниматели разные. Кто-то и сегодня увеличивает продажи и пользуется текущим моментом. И, так сказать, огульно, непросчитанные меры, они могут нарушить вот эту конкуренцию и просто нас завтра обвинят в том, что кто-то пострадал, а кто-то на этом нажился. Поэтому работа над законодательными инициативами, она будет продолжаться. Нужно обеспечить мониторинг работы данных мер поддержки, которые мы осуществляем. И никто нас не сдерживает в том, чтобы мы могли вносить дополнительные меры, усиливать этот пакет законодательных инициатив. Я могу сказать, что за этот период времени, а он сейчас длится у нас повышенной готовности, две недели, за этот период времени уже бизнес, чего только не сделал, и какие только подписи не собрал, какие только письма не написал. Но мы, как депутаты, уже две рабочие группы собрали. Я уж не говорю о том, что комитет собирали и принимали, скажем, обсуждали те антикризисные пакеты, которые сейчас вышли. Только две встречи, по крайней мере, на сегодняшний день. Я думаю, что завтра, после завтра, состоится еще третья встреча, на которой, на первой встрече была встреча с губернатором области четырех бизнес-объединений, ведущих бизнес-объединений. Была встреча со Стрелюхином Айсаном Михайловичем, четырех бизнес-объединений, после которого Айсан Михайлович и все правительство стало рассматривать дополнительное количество предприятий, которые могут выйти. Мы прекрасно понимаем, что задача сейчас правительства в том, чтобы не допустить большего количества заражений. Сейчас где найти ту середину и тот баланс между экономикой и человеческими жизнями, но, коллеги, давайте поймем, или действительно никто социологию не знает, четверть населения пенсионеры. По-моему, еще ни одного случая задержки пенсии никто сегодня назвал, даже досрочно выдали. Треть связана с получением доходов из бюджетов разных уровней. Все получают. Да, какая-то часть, хотя очень незначительная, я вам скажу, как человек, связанный с производством, действительно сегодня вынужден вследствие превентивных мер по недопущению распространения сидеть дома или уменьшить объем работы. Хотя я вам опять же могу сказать, вот прошлую пятницу список опубликовали, системы образующих, вы почитайте комментарии. Это же ужас. Власть гонит людей специально, чтобы заболело. Да власть специально открывает заводы. Вы уже определитесь тогда. Власть балансирует. Ведь никто не ходит к врачу и не говорит, как его лечить. Все приходят и смотрящими, слезящими глазами, помогите. Почему мы считаем, что наша власть балансирует между тем, кому дать возможность работать, между тем, кто не может этого сделать объективно, и им адресно не помочь? Мы говорим, нет, власть у нас плохая, власть у нас не соображает. Ну, сказал же председатель ТПП. Ежедневно мониторим по строительному комплексу. Все вышли работать, и никто не просит ничего, кроме говорить, помогите с материалами, которые становятся дефицитами из каких-то регионов, и помогаем. С теми же предприятиями ВПК, ну, здесь же сидят директора, что кто-то кому-то отказал в помощи, да, есть проблемы, но они решаются в локальном порядке. У нас первый пакет, который дает помощь тем, кто явно просел. Мы начинаем философствовать. Ребята, ну ведь те же налоги снижаются тогда, когда есть доход. А ведь может получиться так, что действительно дохода не будет. И тогда надо будет не по 50 тысяч каждому, а по 100 тысяч тем, кто действительно не может этот доход заработать. В ходе дискуссии депутаты напоминали, что направляли свои предложения по поддержке предпринимателей в правительство, но большинство инициатив все еще находится на рассмотрении. Тем не менее, меры, предложенные региональным Кабмином, сегодня были одобрены в полном объеме. Большое спасибо, во-первых, за слова поддержки. Действительно, в такой ситуации мы не были ни разу. Сегодня какого-то шаблона мер, которые можно было бы принять, и для того, чтобы купировать все те вопросы, которые возникают, его просто нет. Мы, к сожалению, иногда и ошибаемся, как любые люди. Хотелось бы, чтобы эти ошибки были менее, так сказать, знаковые для людей. Поэтому, безусловно, готовы, как всегда, готовы к совместной работе. Слышим и бизнес, и депутатский корпус. Поэтому большое спасибо за поддержку. Будем продолжать работать. Я думаю, что мы все вопросы в любом случае решим. И сделаем самое главное, чтобы для наших жителей все последствия, они были минимизированы в плане негативных последствий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!